Зарабить больше разностайными позашкольные занятки доступно тлумачить теоремы и формулы, кермаш педагогичных инноваций, про что все не в Фаннепале. Наставники, методисты, керавники установы эдукации смогли не только обменяться в опытом, а и принять до уваги в учебные допоможники и презентации коллег. Как рыхтуются до научного года, педагоги Минской области увидела Наталья Кузьминская. Под рыхтолка до наступного научного года в установах эдукации начинается литерально одразу после закончения попереднего. Пока дети отпочиваются на каникулах, их наставники распроцовывают новые школьные программы, подыходы до учебной и выховавшей работы. Обновленное содержание образования, которое сегодня предлагается в школе, это где-то откорректированные учебники, программы. Они сегодня минимизированы по содержанию. Это значит, учителю надо сегодня, не опираясь только на учебник, а сегодня на какие-то совершенно инновационные, современные, понятные детям и родителям подходы, выстроить так учебный процесс, чтобы он в самом деле был интересен. Сегодня спортивная зала Фанимпольской средней школы перетворилась в великий кермаш эдукацииных инноваций. В роли гендляров, педагогичные работники, в якости товаров на продаж, интеллектуальная властность, методичные напрасывки, презентации, планов учебных и позашкольных занятков. Идея кермаша, которая адукационная в России народилась, она очень значная, она меняет формат представления нашего опыта работы. Тут разные тематики, управленческие, конкретные деятельности педагогов, наставников. Директор средней школы номер 2 города Кобрына презентуя своим коллегам план на организации летней профессиональной деятельности наученцев. Корыстный допоможник может потребиться уже у наиближайшие школьные каникулы. По примеру можно взять и сделать, начиная, как я говорю, от заявления и заканчивая результатом получения детьми трудовых книжек и денежных средств, то есть зарплаты. Все, весь материал здесь предоставлен полностью. Для знаемлений и набытия было проставлено больше за 100 адекватных проектов, которые можно одразу укоронять у школьной программы и расклады занятков. Еще один корыстный опыт для Пираймани – организация школьных бизнес-компаний. Зараз в области их 137, и дети, которые заденечены в таких объединениях, уже научились не только выраблять, а и зарабатывать на своих товарах и послугах. Мы вам пропонуем закладки, магниты, ручники. Повысить якость учебного процесса празд эстетичное выхование пропонуют в центры додатковой адукации. А кроме творческих студий, каждый год проходят наборы и упознавальные – гурты юных биологов и натуралистов. Проводится неделя открытых дверей, она будет объявлена Министерством образования. Набор в учреждении дополнительного образования начинается с 1 по 10 сентября. Перонять в опыт организации эдукационного процесса и выховавчей деятельности сегодня смогли больше за 500 педагогичных работников. К обналежным чинам подрыхтоваться до всех выкликов цикавой, а ли напруженной школьной пары 2017-2018-го намучального года. Наталья Кузьминская, Денис Гатила, Агентство Телли Новин.